добрый день пошли прогуляемся ну почти справа дальний путь к пруду а вот и пруд зарос он сильно может быть осенью буду чистить рыба не видать одни лягушки ну вот и край у меня и вот там вот где лес заканчивается вот этот вот там тоже край моего хутора папа саша охотится пошел на зайцев сейчас обходим эту гору тропинка есть он лес какой бурелом там страшный все это тоже надо убирать пока сил нету может потом в этом месте высадил лиственницы вот нашел я в лесу их возле дороги раз это вторая тоже выжила так 3 тоже хорошо все и маленькая тут вот она совсем малышка тоже выжила так что пересадка лиственницы можно делать только аккуратно вместе землей не освобождать корни от земли вместе землей брать который она росла так подходим березовому лесу был посажен давно уже правда не знаю 10 лет а вот олень где точно и оксик тут летает точно олень там себе делает рожать будет там наверно ух ты елки-палки надо почистить завтра займусь потому что она вот на этой неделе может быть на следующем начале недели недели родит и кошка тоже у меня через два-три дня родит вот березы березовый лес называется лес папы и саши в честь гусей когда у меня были поэтому лесу я понимаю когда грибы есть тут интересно когда вот возле этих такой вот березы двойной мухоморы появляются все можно ехать за грибами ну еще рановато сейчас лисички идут завтра с утра за лисичками малина лесная есть но она очень вкусная правда не знают есть два шорта с маленькими косточками и большими косточками вот это с маленькими косточками но этот очень мало этой малины ну что это это мелочь вот все на завтра запланировано но максимум до обеда воскресенье все надо собрать сейчас подойдем к малине тут же ой 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 сколько этой малины вон вон там вон там вот везде она тоже попробуем это вот кусты полная везде крапива вот это внутри да уже начала сыпаться малина черная смородина это я сванг же с дачи привез были вот такие небольшие веточки вот такие вот но с корнями я их там как бы присаживал и вот какие они выросли и уже в этом году прилично тут ягод да тут литра два наверно получится с этих кустиков а вот игруша посаженным было прошлом году так где игрушка вот одна вот вторая мне казалось что они большие вот но сейчас уже вижу что они будут это небольшой сорт на это небольшой сорт груш такие средние груши будут грецкие орехи орехов пока не видать но я надеюсь что уже скоро года через два через три орехи будут черешенька сладенькая а вот это простая черешня вот тут ягод очень много всегда ну вот смотрите как птицы объели подчистую все дерево а произошло это четыре дня тому назад стал утром все черешни нету груша радует радует будет много вот она интересная сейчас у нас 5 июля да было время года два тому назад она уже была готова на лига 23 июня я собирал уже на лига груши а теперь она переродилась теперь она такая попозже будет тоже интересно да черешня опа вчера были ягодки нету на это тоже вон одна ягодка висит и тут тоже нету вот птицы работают молодцы груши груши вот это груши только с дерева срывать если она падает то она уже картошка она обязательно должна висеть на дереве груша чтобы была вкусная слива бесполезная ну что там с десяток дает а сама большая уже вот висят весельки и все четыре штучки больше не вижу ну может быть где то еще есть тут тоже была слива обломилась и все и она была привита на алыче и вот в этом году она уже как алыча будет жить не рубить не буду пускай я ее не ем птички съедят птичкам витамины очень нужны судя по тому как они черешню лопают а потом вишню а сейчас уже вишня готова чуть чуть попозже покажу так яблоко так яблоко да яблок будет много маленькое яблок яблоня ну я яблок дает много это красные будут такие а барбар огромный говорят что уже с середины лета нельзя его кушать даже раньше середина июня ну я все равно компот сделаю какая разница что там филюлетовая какая-то херня ай все это ерунда лишь бы было вкусно вон сра-барбара булочки делают так груши ой какая корявая а это вообще как-то так зацепилась вон олень еле ходит ну сколько у тебя собачат десять как в прошлом году девать будет некуда ну куда то делись все ровно опять груша вот это великолепная груша первый снег и тогда собирать а груш будет ой 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 даже вот выцвели да но груши не пошли просто вот стоят и хорошо так стоят отцвевшие может быть еще будут груши интересно так еще тут у нас яблоня походу да это такая кислая еще одна яблоня она вся больная я ей не рублю потому что пускай хоть такая стоит интересная так это бархатная махровая как ее назвать вишня она вот так вот постепенно из такой ягодки вырастает большая ягодка а вон есть большая ягодка даже можно сорвать вон там он и она постепенно вот дает и вот смола такая интересная плывет все по дереву она она попозже будет да вот это яблоня тоже яблок дает они большие крупные и она наклонилась надо делать подставку не хочу я выпрямлять ее пускай она по земле ползет да и все подставочку сделаю я видел такое уже на одном хуторе опять бархатная вишня вот вишеньки они все подрастут из такой маленькой вырастают побольше а потом вообще большая и черная такая получается так орех 1 грецкий орех 2 я в прошлом году отпустил свободное плавание уже больше не подрезал а то вот нарезался стволы все время обрезал 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 и там вот большой ствол обрезал а теперь пускай растет да и все хоть до небес дорасти яблонька совершенно невкусная так только для вида листочки хотя ее, блин, кто-то ест что, нравятся что ли эти листочки кому-то каким-то букашком а само яблоко невкусное так две елки посаженные лет пятнадцатом назад опа-а-а-а куда они уползли даже шишки уже дают вон громила до третьего этажа наверное выросло А тут дикий виноград в этом году посадил Пускай растет по этим елкам А в елках там сорока вьет гнезда Но это не факт, сорока постоянно в одном месте начинает, в другом месте начинает, в третьем месте начинает А сама шкерится где-то в каких-то местах, ей неизвестно где Вот черешенька, все без черешни, тут по одной ягодке осталось Да это птичкам на завтра и все Красная смородина Офигеть, кусты наклонились аж до земли Да потому что тут вес просто офигеть какой Я сам держу, вон вес Наросло столько И там еще, и там А, там черная смородина Ну вот некоторые ягодки созрели, но вот это поздний сорт Ну не, даже большие И то невкусные еще, еще кислые Тут с этой стороны тоже черная смородина Черная, а вот это вот желтая смородина Вот какая она Желтая-желтая Вот она скорее всего готова Угу, да Ее можно собирать Даже я поем-поем Скорее всего Кривые орехи Декоративные О, две мамки вместе собрались Ха-ха-ха-ха Шесть котят и десять щенят Будет у меня здесь И еще Три собаки В общей сложности Девятнадцать животин будет Ха-ха И это уже скоро, на следующей неделе Так, вот черная смородина молодая Я ее пробовал Все, готово Эта черная смородина тоже готова Тоже можно собирать Ну правда тут ягодки какие-то маловатые Маленькие, да Вот тут покрупнее будет Тут И тут Ну тут А вот тут вообще крупненькие Нормалек Да, она готова Готова А вот тут вот Есть яблони чудесные просто Яблоки Чистые Без пятнышек Во какое В прошлом году тоже такие же были То ли белый налив То ли антоновка Короче, пока она не созрела Она как бы антоновка Созреет, как белый налив Но все равно твердая Но кушается очень хорошо А вот черешня еще осталась где Птички, что-то вы не успеваете А эту черешню кто-то будет кушать Да Так, эта яблоня тоже дала яблоки Ага Вот черешня осталась еще Груша С северной части ни одной груши Кроме одной, правда Она корявая-корявая А вот с южной стороны есть грушки Ну тоже корявенькие Приболела Надо корни подкопать Наверное, до воды дошла Так, себе вот сделал Тут такой вот Птичник у меня Кормушки висят И вьетнамские шапки такие делал зимой Ну и повесил А что, нормалек А самая большая кормушка будет здесь вот Здесь она будет, ну такая большая, вроде тыквы Огромный Ну все из цемента, а артбетон будет Роза кустовая Поставил фонарики Фонарики офигенно Ночью смотрится, когда вот такое количество фонариков Я со всех сторон собрал Со всех клумб собрал И сюда в одну клумбу Мне как раз с окна очень хорошо видно Тут площадку делаю новую Она мне нужна В принципе, только в жаркое время Это, ну как, днем и вечером Потому что здесь солнце не бывает днем и вечером Тут хорошо сидеть Вот когда 33-35 градусов Да офигевать Нигде невозможно И дома невозможно А тут ветер с одной стороны дует И с другой стороны дует И такое обтекание получается А я там как раз на углу сижу И очень хорошо Осталось доделать Ну вот у меня цемент Все тут готово Все, они как круглые Розы Это молодые в этом году Клубника круглая Так, попробуем Вот какая Я, по-моему, даже такой сладкой не ел Тут и груша такая Тоже сладость Это украинская Я ее назвал Груш тут Груша на груша Не успеет созреть Как ветки сломаются Так, лилии уже скоро будут Земляника пошла Ага Ну это Садовая земляника Наконец-то Уже земляника давно Уже везде пропала А тут земляника только пошла Ладно, пробуем Ой, кислая Рана еще Или такая она должна быть Это вот с другой стороны Красная смородина Да тут нереально За день собрать даже И куда это все Даже если соберу У меня делать все равно некуда Птичкам Так, вот тут Тут веточка хорошая Черешенек много Угу Вот черешня соберу Пошли на старый огород Маки тут растут Никто их здесь не сажал А они взяли и выросли И не только здесь В других клумбах тоже Как будто кто-то специально Эти семена рассеял По всем клумбам Ну я так думаю просто А так может быть вместе С другими семенами Или с землей завезли Лук Не успеваю есть Все у меня в колесах здесь Да Не осиливаю съедать Подсолнухи Это вот те Которые я нашел По хутору Ходил и нашел Подсолнухи Ну птички Сеют постоянно А тут специально Грядочку посадил Очень большое отставание Кукуруза Кукуруза Это земля Не для нее Не для кукурузы Там опять же Малина Она разрастается С моего хутора Ползет на чужой хутор Ничего Выкопаю Все Пересажу Где-нибудь Большую грядку Сделаю Малина 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 Уже засыхает Уже падает Все Вай Увкуснейшим Вотки огромные есть Раз-две Уже ведро Мелиса Это По-другому Это мята Вот с Рабарбаром Компотик Офигенный Получается Виноград Весь в траве Зарос Еще не успел Подвязать А там уже Гроздей Наверное Дофига Скорее всего Виноград Будет Хрен Тоже Надо Пересаживать Может Там Корни Большие Надо Забирать Все Корни Эти Делать Себе Что-нибудь Все Охотники Все Чем-то Занимаются Один Я Только Хожу Похутру И Все Красная Смородина Сортовая Буду Размножать Она Крупная Если За ней Ухаживать Ягоды Будут Очень Крупные Также Тут И черная Смородина В крапиве Тоже Крупный Сорт Это Крыжевник А тут Его Как Черт Вон Сколько Ну Хоть Зазрел Так По виду Вроде Созрел Ну Пробуем Созрел Этот Куст Созрел Сладкий Розы Белые Красные Розовые Осталось Только Желтые Достаться Даже Огонек Есть Уже А вот Тут Желтая Что-то Не хочет Да С желтыми Всегда Пробедаем Что Спионы Желтые Что Розы Желтые Вот Трава Желтая Есть Так Еще Один Кустик Беленький Беленький Вот Боялся Что Малина Не Пойдет В этом Году Осенняя Та Че Пошла Так Ее Прополоть Надо Клематис Цветков Еще Будет Ой Ой Сколько Физалис Вот Какой Шарики Какие Я Находил Вот На одном Кусте Было 12 Штук Даже 13 Было Да Ну Это Если Высоту Пойдет Что Такое Гром Или Самолет Самолет Я Уж Думал Гром Вроде Бы Сказали Что После Обеда Уже Дождя Не Будет Тут Малина Непонятная То ли Она Летняя Вот Она Но Она Очень Крупная Вот Такие Огромные Ягодки То ли Она Осенняя Вот Оставил Как бы Прошлогодние Кусты Не Срезал А Вот Новые Наросли Если Осенью Будут Ягодки Да Но Я Их Пока Не Вижу Пока Мне Кажется Что Это Летняя Потому Что Вот Осенняя Уже Ягодки Дала Да Ну Будем Ждать Будем Ждать Если Осенью Ягодок Не Будет Цветочков Не Будет Ну В Августе Где-то В середине Августа А Еще Времени Больше Чем Месяц Папа Саша Что-то Там В земле Нашел Как Как бы На Змею Не Не Попался А Закопанная Свои Кости Блин Откапывает Тыквочки Слабо В этой Земле Растут Тыквы Надо В торфе Или В навозе Арбузы Зачахли Тоже Это Земля Не Для Арбузов Не Для Тыкв Вот Лук Хорошо Растет И Другие Культуры Тоже Хорошо Растут Идем На Мой Основной Огород А Сейчас Вишнем Покажу Сколько У меня Вишни В этом Году Там Не Очень Много Но Тут Это Вообще Вишня На Вишня Вишня На Вишня С Той Стороны Посмотреть Вообще Интересно Во Какая Картина И Она Уже Почти Созрела Но Собирать Обязательно Надо И Вот У Мне Еще Дерево Облокотилось Прямо На Крышу Буду Резать Тут Тоже Вишня На Вишня Все Созрело Птички Уже Ягодки Вон Сбрасывают Так Идем На Огород Так Кустик Дельфиниум Цветы Так Называются Роза Кустовая В этом В этом Году Она Полус Обмерзла Вон Даже Присадка Есть Будем Размножать Орех Орехами Усыпан Интересно В этом Году Они Вызреют Потому Что Я тут Куст Подрезал Вполовину Наверное И Сразу Орехи Дала Картошечка Тут Все В колесах Клубничка Ну что Тут Будет Килограмм Не Со Сливками Поесть Тут И там Соберу Еще Кабачки Тут Зеленые А тут Вот Такого Цвета Вот Ну Светло Зеленые Огурцы Тоже Уже Раз Собрал Вот Огурчик Так Смотрим Там Еще Один Еще Один Как Раз На Салатик Хватает Картошка Тоже В колесе А тут Картошку Посадил Я в ящики Пластмассовые Чтоб Трухнул И там Только Одна Картошка Осталась А земля Высыпалась Картошка Горох Опа Первый Цветочек Чеснок Ой Какая Это Самая Некрасивая Болгарский Перец Хотя Вон Цветки Дала Уже А Вот Уже Есть Болгарский Перец Ну Вот Он Лучок Лучок Огуречки Пачка Была С Плохими Семенами Так Это Красный Жгучий Перец Горький Так Это Космия Вот Такие Цветки Будут Они Бывают Разного Цвета Конопля Вот Это Да Надо Ж Выросла Кукуруза Огурцы Но тут Я пересеял Поэтому Они Пошли И Они Будут Ну Я не знаю В конце Августа Только Так Прижовник Ну Так Вид Так Как будто Не Поспевший Еще Пробуем Да Он Должен Быть Покраснее Еле Еле Сладкий Вот Все Лилии Готовятся Ой Желтые Они Или Красные Тут Желтые По-моему Огурцы